Вечер в эфире Вести, Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Морзей Гербековой, станицы Красногорской, живет сегодня без воды и газа. В проблеме жительницы Жигутинского района разбирались Вести. Ранее был лишен прав на управление транспортными средствами за езду в нетрезвом виде. Полицейские в очередной раз задержали нарушителя. Утерянная медаль за отвагу вернулась в семью ветерана Мухаммеда Шаева. Поисковый клуб «Русич» вручил семье погибшего фронтовика награду. 16 специальных иллюстрированных наборов книг получили от карача-черкесского филиала «Росгидро» дети с нарушениями зрения. В Карачао-Черкесии в преддверии зимнего горнолыжного сезона начались проверки горнолыжных курортов. Рабочая группа во главе с министром туризма и курортов Карачао-Черкесии Расулом Текеевым провела проверку соблюдения противопедемиологических мер в гостиницах поселка Дамбай. Так проверили объекты временного проживания гостиницы, хостелы, отели, гостевые дома. Также была проверка общепита, кафе, ресторанов, баров. Основным, но уже менее выявляемым нарушением является сегодня отсутствие рециркуляторов, отметили члены комиссии. Также в ряде предприятий общепита в виде отсутствия запаса дезинфицирующих средств. По результатам рейда составлены административные материалы, которые далее будут переданы в Карачаевский городской федеральный суд, где будут рассмотрены по существу. В свою очередь владельцы гостиниц в Дамбай сознательно относятся к указу руководителя региона и соблюдают все предписанные меры безопасности. Заселение в гостиницу всегда по паспорту. Вместе с ним постояльцы предъявляют сертификат о вакцинации или справку о том, что переболел коронавирусом, или справку с отрицательным ПЦР-тестом. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 28 898 человек. Из них 25 105 выздоровели, 798 человек госпитализированы. Дом Морзии Гербековой в бедственном положении. Жительница Станицы Красногорской по адресу улица строителей дом 12 долгое время живет без воды и газа. С таким обращением к нам в информационную службу ввести и поступило письмо. В проблеме разбирался Карача Биджиев. Улица строителей дом 12. Нет, не 25. Это не ирония судьбы и речь идет о нелегкой жизни жительницы Станицы Красногорской, которая уже долгое время находится в затруднительном положении без воды и газа. Морзии Гербекова с болью в бедре преодолевает большие расстояния для того, чтобы приобрести питьевую воду. С ее слов, если без газа можно потерпеть, то без воды очень трудно. В бочке небесного цвета с лета стоит ржавая дождевая вода, которую Морзии периодически очищает. Ею она стирает, моет посуду и поливает огород. Это единственное хозяйство, которое есть у женщины. Ежедневные прогулки за водой до магазина и обратно выматывают, признается Морзии. Но делать нечего. Приходится. Никак не могу добиться от местных властей, чтобы они не провели водоснабжение, чтобы газа нет, воды нет. Вот так вот живу. Я должна сама искать трактор с ковшем. Я должна заплатить, мерять вот это самое расстояние. Я должна за каждый метр 100 рублей. Он объяснил мне это. Он не себе это объясняет, а меня объясняет. Я должна делать. Он так сказал. Уже я с 2018 года. По рассказу Морзии Гербековой, местные власти обуславливают это тем, что нет средств для прокладки трубопровода к ее дому. Но сама администрация говорит об обратном. Средства есть. Проблема совсем в другом. Жительница станицы Красногорска Гербекова Мария Мухтаровна приобрела земельный участок по адресу станицы Красногорска, улица Строительный, 12, и построила дом на окраине станицы Красногорска. Основной водопровод от ее дома находится на расстоянии 200 метров. Для вступления в программу Министерства сельского хозяйства по КЧР комплексное развитие сельских территорий нужно было создать проект строительства водопровода. Администрация Красногорского сельского поселения неоднократно обращалась к проектировщикам для создания проекта, чтобы вступить в данную программу. На данный момент создать проект строительства водопровода не представляется возможным, так как все квалифицированные проектировщики заняты. Администрация Красногорского сельского поселения также обращалась с просьбой в РУСГИДРО создать проект водопровода, на что они тоже отказались. Глава администрации Красногорско-сельского поселения Бахтий Николай Николаевич хотел ускорить сроки и предлагал ей помощь в виде приобретения за свои личные средства трубы. Ей бы оставалось только вскопать рожей и подключиться к основному водопроводу, так как это считается частной обрезкой в основной водопровод. Мы будем следить за развитием событий и ждём, что в скором времени всё благополучно решится и стороны придут к консенсусу. Карчабиджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Черкесский водитель Лада Гранта не остановился на законное требование сотрудников ГИБДД и попытался скрыться от полицейских. Экипаж начал преследование Гранта, водитель которой создавал угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. На неоднократные требования стражей правопорядка остановиться нарушитель не реагировал. Ввысь в Жигуте водитель преследуемой автомашины свернул с федеральной автодороги на улицу Новопартизанскую, где, не справившись с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение дома. Нарушителя задержали. Им оказался 29-летний житель микрорайона Московский, городовой Жигута. Задержанный отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Вместе с тем установлено, что мужчина ранее был лишён права на управление транспортными средствами за езду в нетрезвом виде. Мужчина привлечён к административной ответственности по нескольким статьям. Автомашина нарушителя изъята и помещена на спецстоянку. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-7, в горах местами минус 7-12. Днём плюс 5-10, в горах местами 0-5 градусов. В Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4-6, днём плюс 7-9 градусов. Продолжаем выпуск. Утерянная медаль вернулась семью героя. В ауле Эльбургана Базинского района военно-патриотический поисковый клуб «Русич» вручил семье погибшего ветерана Мухаммеда Ашаева медаль за отвагу, найденную на берегу реки. Мухаммед Ашаев прошёл всю Великую Отечественную войну командиром отделения связи управления дивизиона. О том, как нашлась награда героя и боевых подвигов ветерана подробнее расскажет Алихан Лепшоков. 78 лет эта награда возвращалась домой. И вот, наконец, торжественные обстановки в Доме культуры Аула Эльбурган. Руководитель военно-патриотического поискового клуба «Русич» Сергей Киршенко вручил семье Мухаммеда Ашаева утерянную медаль за отвагу. Её случайно на берегу реки нашёл житель Сальско-Ростовской области и передал военно-патриотический поисковый клуб. Будучи 18-летним молодым парнем, Мухаммед Ашаев был удостоен этой медали за то, что при сильном артиолете противника на хуторе Богатрёв несколько раз исправлял линии, чем обеспечил своевременное открытие огня по врагу. Также Сергей Киршенко подчеркнул, что в архивах есть упоминания и о других наградах ветерана. Здесь было ещё сказано за орден Красной Звезды, но по данным Центрального архива Министерства обороны, у него ещё есть две награды. Это медаль за оборону Кавказа и медаль за взятие Будапешта. И вот представьте, медаль за отвагу, первую, которую он получил. Какой путь она проделала, в скольких руках она была. Помимо этого Сергей Киршенко подарил книгу памяти, составленную членами военно-патриотического поискового клуба «Русич», главе аула «Эль-Бурган» Мурату Миримкулову, который, в свою очередь, вручил благодарности от имени администрации населённого пункта. Ветеран войны Мухаммед Ашаев после войны принимал активное участие в восстановлении хозяйства и являлся настоящим примером для подрастающего поколения. После войны он вернулся в 1947 году в родной аул «Эль-Бурган» и сразу начал работать. Вместе с другими ветеранами, которые вернулись с войны, они восстановили народное хозяйство. А многие сложили головы, защищая нашу Родину. Память о павших героях, о наших дедах, прадедах мы должны перенести через года, через века. Семья ветерана Мухаммеда Ашаева поблагодарила военно-патриотический поисковый клуб «Русич» за то, что они проводят такую огромную работу по восстановлению героической памяти наших предков. Большой удачи ещё в поисках, чтобы они больше находили ещё. Большое им спасибо за то, что нашли вот медаль эту, привезли нам сюда. Большое им большое ещё спасибо. Поклон большой им делаем все. В завершении участники детско-юношеского движения «Юнармия» прочитали стихи и рассказали о боевых подвигах ветерана Великой Отечественной войны Мухаммеда Шаева. Алихан Лепшоков Заурлиев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Абазинский район. Воспитанники детского сада комбинированного вида номер 34 «Журавлик» Черкеска получили в подарок от специалистов Карачаева-Черкесского филиала «Русгидро» 16 иллюстрированных наборов книг для детей с нарушениями зрения. Это комплекты обучающих и развивающих книг «Рождество», «Путешествия в историю» и «Снежная королева» – одна из самых знаменитых и любимых детьми сказок Андерсона. При их создании учтены особенные восприятия изображений детьми с нарушением зрения. Высокий четкий контур аппликаций и вставки из материалов разной фактуры развивают тактильное ощущение детей, подвижные элементы, мелкую моторику рук, а яркие контрастные цвета и крупные иллюстрации помогают в развитии остаточного зрения. В каждом наборе есть игровые элементы, загадки, кроссворды и лабиринты, поиск различий между картинками и многое другое. Важное дополнение книгам электронное устройство. Волшебный карандаш он считывает микрокоды и воспроизводит стихи, загадки, музыку, шум ветра, журчание воды и другие звуки природы и голоса животных и сказочных персонажей. Все тексты, которые произносит волшебный карандаш, записаны профессиональными артистами и отличаются выразительностью чтения, правильной артикуляции и четкой дикцией. В рамках реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности компания «Русгидро» совместно с фондом иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей уже с 2007 года проводят акцию «Книжки в подарок», в рамках которой специализированные учреждения в Карачаевой Черкесии – это детский садик «Журавлик» и республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих получают вот эти обучающие и развивающие наборы книг. Самое, наверное, что надо отметить, что эти издания нигде не продаются. Они специально изготавливаются и раздаются бесплатно и обязательно поступают адресно. Сегодняшняя акция, которую мы проводим уже много лет, мы сотрудничаем плотно и с садиком, и с библиотекой, и они ждут всегда, как бы, она не случайно, она проходит сегодня во всех зонах присутствия, где есть компания «Русгидро». И за время проведения акции различные детские дома, школы-интернаты, библиотеки от компании «Русгидро» и «Фонда» получили в целом примерно 2500 книг. Сегодня Всероссийский день самбо, что в переводе означает «самооборону без оружия». Это один из самых популярных в России видов единоборств. В каждом регионе страны есть своя история самбо, уникальная и неповторимая. Свои отцы, основатели, легенды, традиции – все, о чем можно гордиться, что нужно показывать молодому поколению. Прекрасным поводом продемонстрировать все лучшее, что накоплено в самбо со дня его рождения, стал праздник 16 ноября. Достаточно было Всероссийской Федерации самбо совместно с Министерством спорта России провести в 2009 году первую акцию с участием 50 городов, как идею подхватили во всех уголках страны, и Всероссийский день самбо практически мгновенно стал популярным и привлекающим вниманием. Карачао-Черкесия не исключение. В нашей республике немало тех, кто занимается этим видом спорта и показывают отличные результаты. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Стенограмма судьбы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...